Министерство, 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 Министерство. Теперь мы уже подходит к теме финансирования. У вас в плачевку, может быть, с каким-то наработать? Велитесь, пожалуйста. Да, есть, конечно. Мы начали с сессию, с того, что Дмитрий Юрьевич достаточно предметом дал годную, в том, какая в тущий момент ситуация с программами, с возрастами бюджета в этом плане. Конечно, мы абсолютно понимаем, что, с одной стороны, сегодня есть отрасль, который хотел бы озвучивать. Но, с другой стороны, есть смельчин увеличения бюджета, которые по валютным причинам тоже обоснованы. Здесь хотелось бы озвучить два смертных тезиса. Первый тезис касается того, что есть… Мы все время говорим о том, что высокая ставка, да, это, наверное, одна и, на сегодняшний день, флагманская проблема со структурой финансирования. Но есть и другие сложности, которые тоже очень часто, с которыми сталкивались в отсутствием действия с банками. Поскольку кредитование, если мы говорим о каких-то новых проектах, где полагается, что потенциальный объект финансирования он только будет создаваться. Соответственно, на момент получения кредита, как правило, нет залоговой массы, и получается классическое проектное финансирование, когда вся МСПА зана под риском. И, ну, хорошо известно, что многие управляющие компании, они как минимум по букву балансу, по букву отчетности, они либо около нуля, либо убыточные, да, и по стандартной базовой, по базовой нормативке банковской. Это автоматически накладывает очень много, ну, очень высокие риск-коэффициенты, которые вам применяют при оценке кредитива, что существенно сокращает, во-первых, потенциал кредитования, во-вторых, еще дальше увеличивает ставку или вообще зачастую делает невозможное привлечение банковского кредита на длительный срок и существенных объемов. Вот. Что здесь, в принципе, можно сделать, на мой взгляд? Возможно, стоит рассмотреть какой-то формат, когда, ну, например, в моменте прямых денег в бюджете по разных программам может не быть, но вопрос предоставления, например, поручительства гарантий, и участие в каких-то сделках, значит, ну, понятно, что для этого надо специальный инструмент предусматривать, но сегодня большая часть из подобных инструментов ходит в области веба, где на подвигом, значит, администрируется Минфином. Вот. Но тем не менее, возможно, стоит в этом направлении думать о том, как можно содействовать в привлечении того организма, который на рынке есть, путем содействия забалансовыми обязательствами, то есть поручительствами. Это первый тезис. А второй тезис, если говорить о том, как побеждать Минфин, да, наверное, всем сообществом мы можем достаточно широкий спектр видов записок и на целых обоснований делать, почему для промышленности с черными длинными спадами и так далее, важна там вот такая вот ставка и вот такие-то видные условия и другие. Вот. Но на нас в этом только одна часть обоснования, а вторая часть, на самом деле, лежит в несколько более коментальной подсказке, макроэкономической. Потому что, когда у нас, ну, если назвать вечно, некая ковровая бомбардировка экономики высокой ставкой, да, мы, в моменте, боремся с инфляцией и сокращаем, конечно же, рубили инвесторские потребительские инвестиционы одновременно. Вот. Но мы все понимаем, что если несовершенненный период так будет продолжаться, то инвестиции сильно сократятся и с некоторыми благами это сократит товарную массу в экономике, ну, и нам, нам всем не позволит, в процессе резидентов. Вот. И, ну, как бы, лучше мировые партики говорят о том, что в такие периоды это неплохо, если государство берет на себя, скажем так, финансирование фокусное, которое направлено на расширение предложения, а на взгляд, в принципе, то, что мы делаем, это и есть прямое содействие предложения. Поэтому, в целом, если мы могли бы как ассоциация, мы могли бы поддержать, в каком-то виде, значит, содействовать подобным обоснованиям, мы могли бы тоже с направлением поработать. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Да, двигаемся дальше. Еще один тоже плохо вопрос по финансированию, но я попрошу Халида адекватировать вместе о работе на этой теме. Я поддержу Дениса, это очень просто. Один сказал одно имя, троих уже поддержал, да? Действительно, на сегодняшний день вот, говорилось и на пинашке, и до этого много говорилось, да, с ассоциацией выпуска в обзор, что спрос огромный, и он превышает предложения, да? То есть, если говорить именно о браунтудах, то, действительно, у нас, они говорят, опять же, на первой части что конкурс на площадке, да? Мы по своему городу тоже понимаем, вот внутрь, по традиционам, недавно делали оплот, что цена на рынке аренды, она как-то стратегически растет, она просто огромная, потому что предложений нет, и инстриальные партии, это вот инструмент для того, чтобы успевать этот кратус, и, соответственно, у бизнеса появилась возможность работать. Экзолати проекты, расширять их предложения, соответственно, так же работать на макро-уровне по смещению аренды. И понятно, что мы, как инстриальные партии, часто приходим к Минпрому, к Минэку, просим, а давайте вот так поправим программу. У нас, я думаю, если задаться целью, список предложений, как отправить ту или иную программу, он будет огромным. и в Минпроме, наверное, уже не одну стопку уже формировали. Но всегда они все упираются в ограничения, которые Минприн говорит, что у страны есть много задач, целей, и на все ваши желания нет средств. Поэтому всегда вот это надо работать на стыке вот этих двух составляющих. И у нас вот эта идея, она отглась из следующего соображения. Есть 11.19, то постановление, по которому как раз работает Аллауга. У нас тоже есть сейчас небольшой проект, который мы делали в 19. Но, откровенно говоря, если посмотреть, по-моему, в 1924 году парки программ получают финансирование проектов 9-10 парков, которые в этой программе работают. А акрептованных парков, как Дмитрий Грибович сказал сегодня, у нас больше 140. То есть по большому счету налоговые платежи резидентов акрептованных парков, большая часть акрептованных парков, они не работают на отрасли. Вот идея предложения нашего подумать, может быть, вместе поработать над тем, чтобы пройти дальше. То есть вот есть аккредитованный парк, у них есть правильная подготовленная площадка, у них есть действующие резиденты, которые платят налоги в бюджет, формируют таким образом ресурс. И вот какую-то часть, может быть, не всю сумму, которую можно было в 1.19 выделять, а вот, допустим, треть от этой суммы, или какую-то долю, 50 процентов или меньше, формировать некий источник финансирования для программ развития отрасли. То есть это может быть 931, там просто запустите, то, о чем говорил Дмитрий Грибович, опять же, не хватает средств на промо-потеку, но вот это может быть источником. если такой, наш такой, грубо, издалека взгляд на эти цифры, то мы взяли вот эти аккредитованные парки, примерно оценили, что это где-то порядка 8 миллиардов рублей. Вот эту цифру условно надо проверять, но это вот поток денег, который мог бы быть направлен на развитие отрасли. Вот в этом наше предложение, которое хотелось бы вместе пообсуждать и, может быть, реализовать. Спасибо. Да, спасибо. 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 Спасибо.